Трактор завершил последнюю в уходящем году выездную серию матчем с лидером чемпионата КХЛ автомобилистом. Хозяева льда уже в начале встречи использовали численное большинство, а после перерыва в ворота Василия Демченко влетели еще две шайбы. После чего место в рамке челябинцев занял Александр Судницын. Черно-белый, которым уже нечего было терять, в третьей 20-ти минутке пошли в обан и почти добились успеха. Кристиан Томас сократил отставание, а затем забил еще один гол, но арбитры его отменили. Видеопросмотр этого момента показал, что ворота хозяев были сдвинуты. Однако канадский нападающий был настойчив и сумел оформить дубль, вновь создав интригу в матче. Подопечные Алексея Тертышного боролись до последнего и даже попали в штангу на последних секундах встречи. Однако 3-2 в пользу автомобилистам. Несмотря на поражение в Казани и Екатеринбурге, трактор сохранил за собой восьмое место в таблице Востока. До Нового года команда проведет три домашних матча. Ближайший состоится завтра, 26 декабря, с Минским Динамом. Уступил на своем льду и фарм-клуб трактора «Челмет», принимавший Динамой из Санкт-Петербурга. Причем команда Равиля Гусманова вела в счете 2-0. Обе шайбы в первом и третьем периодах провел Иван Безруков. Однако в конце основного времени это преимущество растаяло. В течение четырех минут питерские «Динамовцы» забили в ворота хозяев три гола и победили со счетом 3-2. По самодаче вообще никому не ловили претензии, ловили шаг на себя. Что-то получалось, что-то нет. В принципе, играли неплохо. Где-то удаление как раз вот так. Подломили, скажем так. 25 декабря подопечные Равиля Гусманова сыграют во дворце спорта «Юность» еще одной командой из города на Неве. СКА, который сейчас возглавляет турнирную таблицу чемпионата ВХЛ. У Челмета, расположившегося на 16-й строчке, 41 очко. А я напомню, в плей-офф высшей хоккейной лиги выходят 16 сильнейших команд. И к другим новостям. Борьба за лидерство продолжается не только на льду, но и на паркете. В чемпионате России по волейболу среди мужских команд высшей лиги А в эти выходные Челябинский клуб «Динамо» встречал АСК из Нижнего Новгорода. Два игровых дня завершились зеркальным счетом. Первый игровой день с лидером турнирной таблицы Нижегородским АСК Челябинский волейбольный клуб завершил поражением на домашнем паркете. Счет по партиям 0-3. Наши волейболисты, по их словам, провалили встречу на приеме. Соперники одни из самых сильных в этой лиге. С хорошей силовой подачей. И есть, кто подает хороший планер. Хорошая защита достаточно. Они проявили себя в защите хорошо. Вот вязкая команда. Но вторая игра с нижегородцами на паркете завершилась для челябинцев победой. Динамо удалось провести матч реванша, завершить его с зеркальным счетом 3-0. А я напомню, что прошлый сезон для челябинской волейбольной команды впервые в истории завершился серебряными медалями. Удастся ли в этом году повторить успех? После 10-го тура чемпионата Динамо расположилось на третьей строчке турнирной таблицы. Есть ряд причин, которые нам не позволили выступить лучше. Это травмы. Нас начали преследовать почему-то. Ну, в принципе, мы в тройке. В тройке. Это поставленную цель мы пока выполняем. Следующие игры чемпионата России динамовцы проведут на выезде 5 и 6 января с командой из Стерли-Тамака. В детстве он любил драться, а в 20 уже стал чемпионом мира по джиу-джитсу. Михаил Костюк в японской вольной борьбе трижды лучший на планете. 23-летний спортсмен сегодня принимает заслуженные поздравления. В 2014 году в Румынии и в 2015 году в Грецию на первенство мира приехал с сломанным коленом. За неделю до соревнований сломал себе чашечку и три связки потянул на обезболивающих. Дошел до финала и выиграл финал. Слова благодарности получает и тренер борца, президент Федерации Челябинской области по джиу-джитсу Альберт Бександаев. Вспоминает, Михаил пришел в секцию 9-летним школьником и сразу же опытный наставник увидел в мальчишке чемпиона. В нем был уже заложен потенциал, достаточно очень хороший парень. Очень динамичный, очень такой хваткий парень. И уже перспективы были еще видны. Отличные результаты в этом году показала Челябинская школа единоборств карате и по универсальному бою. Чемпионкой мира стала Мария Куницына. Награду получает и ее учитель, заслуженный тренер России Рагип Абдулаев. Горнолыжный курорт Солнечная долина вошел в топ лучших склонов России для катания на сноуборде, заняв почетное третье место в рейтинге самых популярных мест. По результатам исследований аналитического агентства лидером является Красная поляна в Сочи, вторым по популярности считается Шерегеш в Кемеровской области и тройку лидеров замыкает Миасский курорт, где в 2019 году состоятся этап Кубка мира по скейкроссу, а также чемпионат Европы по сноубордам. Он пройдет впервые. На сегодня это все. Далее Елизавета Болдырева расскажет, как студент из Миасса попал под обстрел на глазах у десятка прохожих. Сейчас он в больнице. Не переключайтесь.